Здравствуйте! Это программа в центре внимания. И сегодня у нас в гостях руководитель краевой ГИБДД Олег Зубакин. Олег Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Завтра отмечается День работников госавтоинспекции. Позвольте, пользуясь случаем, заранее поздравить вас лично и всех ваших коллег с профессиональным праздником. Спасибо большое. Ну и от праздника к будням. Олег Викторович, на самом деле руководство краевой ГИБДД очень нечастый гость на телевидении и тем более в прямом эфире. Вы, как начальник приморского управления, считаете достаточной вот сегодняшнюю информационную открытость ГИБДД или она должна быть всегда такой немного замкнутой структурой, неохотно идущей на контакт со средствами массовой информации? Вот Ваша точка зрения на это? Да нет, я так не считаю, потому что нам скрывать в принципе нечего. Единственное, бывает просто не хватает времени посещать средства массовой информации, общаться со средствами массовой информации. А так мы всегда рады, когда средства массовой информации приезжают к нам в управление и освещают какие-либо аспекты нашей работы и службы. Буквально вчера вступили в силу сразу несколько нововведений в области безопасности дорожного движения с 1 июля. Одно из них касается работы эвакуаторов. Вот сейчас на какой стадии оформления нарушения автовладельцу отдадут машину? Когда только начали заполнять протокол или когда машину начали уже грузить на эвакуатор, как действовать автовладельцу? Действительно, федеральным законом 143 введены новые правила эвакуации транспортного средства. То есть, если раньше законодательно не было обозначено, с какого момента отдается транспортное средство, то теперь обозначено, что если водитель пришел и увидел, что транспортное средство находится на эвакуаторе, но эвакуатор еще не уехал, то, естественно, транспортное средство водителю будет отдаваться. Но это, прежде всего, направлено на то, чтобы убрать конфликт между водителем и инспектором. Хотя, если честно, оно и ранее, до вступления этого закона, в принципе, так оно и было в Владивостоке. Если водитель в уровень приходил, то транспортное средство, в принципе, не увозило. Шли навстречу у автовладителей? Да, шли навстречу, конечно, чтобы не было конфликтных ситуаций. В принципе, если водитель на месте, ну, смысл увозить машину? Водитель привлекался к административной ответственности за нарушение правил парковки, стоянки. Но если машина уже погружена и еще не тронулась, владельцу все равно отдадут. Но как только она тронулась, все за ней бесполезно бежать, догонять, просить. Это закон так обозначает, естественно. Мы, исполнители закона, мы будем исполнять закон так, как он прописан. А вот большегрузы в центре города Владивостока, это вот действительно у нас проблема такая? Депутаты городской думы, когда принимают решение об ограничении движения большегрузов в центре города, они к вам за консультациями обращаются? Или это наоборот, ваша инициатива, а они только ее как-то закрепляют законодательно? Нет, ну, вы имеете в виду, когда массовые мероприятия какие-либо проходят? Нет, ну, большегрузы, у нас ведь есть ограничения по движению большегрузов по некоторым улицам в центре города. Это определяется, да, постановлением администрации, естественно, на определенный период времени. И мы исполняем, естественно, постановление администрации. Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 220-92-96 и задавать свои вопросы руководителю краевой ГИБДД Олегу Зубакину. Олег Викторович, вчера с удивлением узнал, что со вчерашнего дня в темное время суток пешеход, который идет вдоль дороги, но это обязательно за пределами города, где-нибудь загородная трасса, он обязательно должен себя обозначать какими-либо светоотражающими устройствами. Одно из них, так называемый, фликер, да, по-моему, называется? Фтикеры. Фтикеры. Фтикеры, фтикеры. Это обязанность пешехода себя обозначать или это просто профилактическая рекомендация? И где вообще брать эти устройства? Ну, если брать ненаселенных пунктов, норму этого закона, то это обязанность пешеходов. В городе это носит рекомендательный характер. Ну, и в законе не обозначено, какой формы они должны быть. То есть, главное, чтобы они были видны и понятны водителю транспортного средства, и чтобы отображали свет и фар. Ну, я так понимаю, что в массовом производстве подобных устройств еще не выпускают? Ну, да, я тоже не слышал, что есть массовые какие-то там изобретения этого плана, потому что они, ну, в разной форме бывают все эти фликеры, стикеры. В случае мелкой аварии на дороге вы советуете в любом случае вызывать ГИБДД или гражданам лучше ограничиться европротоколом? Вот ваша точка зрения. Ну, если ситуация понятна каждому водителю, и водители не спорят по этой ситуации, и ущерб незначительный, то, конечно же, лучше на месте определиться с этим вопросом и составить европротокол. И не создавать помех в движении другим участникам дорожного движения. Конечно, если есть какие-то спорные ситуации, то, естественно, лучше разобраться с помощью госавтоинспекции. Тем более сейчас нет таких проблем по временному интервалу, когда инспектор ГИБДД очень долго едет на место ДТП. В принципе, в течение 15-20-30 минут машина госавтоинспекции уже прибывает на место ДТП. И за последние полтора-два года, в принципе, от граждан Приморского края не было каких-либо обоснованных жалоб, что сотрудники ГИБДД очень долго едут на место ДТП. У нас есть звонок в студию. Добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Да, Юрий, пожалуйста. У меня знакомого в 2013 году, 10 декабря, лишили по суду водительского удостоверения в пьезда, ну, в непредвом виде зарусел. И получается, вот у него срок заканчивается 15 июля. И приходили в ГАИ и узнавали, что, получается, сейчас требуют пересдачу, а по решению суда нет пересдачи. Как быть в этой ситуации? Спасибо, Юрий, за вопрос. Дело в том, что когда суд лишал вашего товарища права управления, на тот момент не было такой нормы закона о пересдаче. И суд не обозначает своем постановлении именно по этому вопросу. После этого вошли изменения в законодательство после 2013 года. И сейчас водитель обязан сдавать теорию после лишения права управления. А штраф заплатить? Штраф, ну, на тот момент, если я так понял, на 2012 год, тогда штрафа у него не было. Да, но тут, получается, в 2012 году, если лишили и 15 июля только отдадут, это трехлетнее лишение было. Ну, получается, да. Ну, значит, этот гражданин не должен сдавать, пересдавать экзамены. Почему? Он также будет сдавать. Будет пересдавать. Но, тем не менее, человек сказал, что в решении мирового суда не было такого предписания, сдавать заново на водительское удостоверение. Потому что на тот момент не было нормы закона такого о пересдаче после лишения. То есть сейчас мировые суды, когда выносят решение, вот сейчас, буквально, если вчера, сегодня, то они должны в своем постановлении писать, что подлежит пересдаче. Да, суд не должен этого писать. Суд этого не пишет? Суд не пишет этого. Само собой предусмотрено, да, закон? Да, конечно. Ситуация, когда в результате строительных работ в городе Владивостоке зачастую, ну, либо стирается разметка, либо каким-то образом становится малозаметной, и водитель ее пересекает, допустим, сплошную или две, это считается нарушением сейчас? Если реально ее просто не видят, нет? Ну, если, ну, я думаю, если нет разметки, то нет и состава административного правонарушения. Потому что у каждой разметки есть свои ГОСТ и свои параметры, когда она считается действительно, там, недействительно и так далее. Ну, я не думаю, что инспектор ГОСТа инспекции будет наказывать водителя за данное правонарушение, если действительно нет разметки. Но суть административного правонарушения нет, значит, за что наказывать водителя? — Вот телезритель, который нам звонил, намекал на то, что водительского удостоверения его товарища лишили за нетрезвое состояние за рулем. Вообще для Приморского края это большая проблема? Существует ли статистика, которая говорит о том, что растет этот вид правонарушений или наоборот снижается? — Да, такая статистика, конечно, ведется. Если брать территорию Приморского края, то в год порядка 18 тысяч нетрезвых водителей задерживаются на территории Приморского края. Даже вот брать 5 месяцев 2015 года, то порядка более 8 тысяч нетрезвых водителей уже было задержано по статистике. — Если в 2013 году произошел в связи с ужесточением нормы закона за нарушение езды и пьяном состоянии и вынесение при этом штрафных санкций, то вроде как маленькая статистика стала падать. Но в 2015 году статистика опять повысилась. Но это, прежде всего, связано с тем, что вышли изменения правила дорожного движения и в административный кодекс, когда стала предусматриваться административная ответственность в отношении водителей мопедов в такой категории. Когда водители мопедов также обязаны иметь водительское удостоверение, ездить в мотошлеме и соблюдать все правила дорожного движения. Но, как оказалось, данная категория водителей очень любит выпивать за рулем мопеда. Поэтому в связи с этим в 2015 году за счет них также повысила статистика управления транспортным средством в состоянии мотобольного педа. — А, это общая статистика у вас. Что автомобиль, что... — Да. — Мокик. — Еще один звонок у нас в студию. Добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь и задавайте свой вопрос. — Здравствуйте. Меня зовут Максим. Я вот слышал, что с этого года, получается, вышли поправки какие-то по поводу штрафов о ездении в нетрезвом виде. Что это в себя входит? Какие поправки были? Не всему. — Да, Максим, спасибо за вопрос. Как раз вот на этой теме и остановились. — Да, Максим. Спасибо, Максим, за вопрос. С 1 июля вышли поправки. — То есть управление транспортным средством повторно после лишения права управления водитель привлекается уже к уголовной ответственности, где ему грозит 480 суток исправительных работ или 2 года исправительных работ или штраф от 200 до 300 тысяч рублей. — То есть очень значительное нарушение считается сейчас данным. — То есть если нет денег, то можно прям реально сесть? — Ну, норма закона так трактует, конечно. — Олег Викторович, для вас, как для сотрудника краевой ГИБДД, езда в пьяном виде за рулем — это самое опасное нарушение? — Ну, естественно, любой сотрудник ГИБДД, я думаю, и любой взрывомыслящий гражданин Российской Федерации так считает, что езда в пьяном виде — это и самое грубое нарушение закона. — У нас есть ряд вопросов, присланных нам перед эфиром по интернету. Я один из них зачитаю вам. Возможно ли сейчас смена типа транспортного средства, если, допустим, у меня есть бортовой грузовик, и я хочу поставить на него будку? Это ведь автоматически повлечет смену типа транспортного средства? Возможно ли такие регистрационные операции? — Ну, дело в том, что сейчас однозначно в студии сказать, ответить на этот вопрос я не могу, потому что надо смотреть и документы, и какой тип транспортного средства, и что водитель подразумевает под этим, и что он хочет. Поэтому, естественно, он должен обратиться в управление госавтоинспекции, в отдел технического надзора, и там ему все разъяснят по этому вопросу. — Еще один вопрос от телезрителя по имени Евгений, но это даже скорее не вопрос, это обращение. Спасибо, что искоренили тот бардак, который происходил в здании Краевой ГИБДД долгие годы. Исчезли катастрофические очереди в Волокита в оформлении документов по сравнению с тем, что было и сейчас небо и земля. Как удалось навести порядок? — Порядок удалось навести, гениально просто. Просто все сотрудники госавтоинспекции, когда я приехал, обозначил им проблематику вопроса, естественно, потому что я видел, что в экзаменационных подразделениях такое творится, что действительно люди стоят в очередях. Для меня это тоже было шоком, конечно, видеть массы народа, вереницы транспортных средств, которые стоят в очереди, этот хаос. Естественно, мы пошли по такому пути, что закупили электронные очереди, то есть открыли больше окон для приема граждан, нормализовали бытовые условия в регистрационных подразделениях. Когда люди, приходящие туда, сами сейчас видят, что можно и сидеть на диване, на стуле, на кресле, смотреть телевизор, взять талончик в электронной очереди, буквально 15-20 минут, когда гражданина обслуживают. То есть нет таких глобальных очередей. Просто надо было нормализовать работу в этом плане. Ну и спасибо сотрудникам регистрационных подразделений, которые поддержали эту инициативу. И сейчас вопросов никаких не возникает уже про регистрацию транспорта. Олег Викторович, вы ведь из Хабаровска перевелись в Приморский край. А в Хабаровске что, было по-другому? Там не было такого же, как у нас в Приморье? То, что вы говорите про очереди, про этот хаос? Да нет. Очереди не были всегда, как говорится. И в Хабаровске, и здесь. Ну, в Хабаровске мы пошли тоже самое по такому же пути. И так же закупили электронные очереди. И то же самое все в тот момент нормализовали. Поэтому сейчас тоже там такая же ситуация, как и здесь. Очередной звонок у нас в студию. Добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь. Задавайте свой вопрос Олегу Викторовичу. Меня зовут Николай. Я бы хотел задать вопрос. Я в 2014 году продал свой автомобиль без снятия с учета. Чтобы не морочиться. И дело в том, что сейчас говорят, что в ГИБДД не списывают воздух. Нужно приносить, чтобы списать, нужно приносить номера и как вот с этим делать ИПТС. Николай, вас, скорее всего, беспокоит обязанность платить налог, да, за человека, которому... Да, конечно, да. Вот налог. Но это случай не единичный. Спасибо вам за вопрос. Олег Викторович, что посоветуете в такой ситуации? Или надо было оформлять все правильно и до конца? Ну, Николай правомерно задает вопрос, потому что таких ситуаций очень много. Да, наверняка. Да. Просто вам необходимо обратиться в регистрационное подразделение к руководителю или прийти ко мне на прием. У меня прием по средам с 17 до 19. И обозначить просто эту проблему. Вместе с вами мы подумаем, что в этой ситуации уже нужно будет делать. Так все-таки, чтобы машину вот так вот списать, как сказал Николай, нужно приносить номера, нужно как-то какие-то действия производить, да? Ну, я так понимаю, Николай обращался в регистрационное подразделение, скорее всего, об аннулировании транспортного средства. Потому что, я как понимаю, он не может найти этого нерадивого покупателя, который не регистрирует на себя транспортное средство. И, в связи с чем, Николай приходит налоги. Поэтому, я говорю, это надо индивидуально разговаривать просто, чтобы он пришел, обозначил эту проблему уже. Олег Викторович, существует ли в управлении оперативно-розыскной отдел, я не знаю, как он правильно называется, но отдел, который занимается розыском угнанных машин. Я к чему говорю? Проблема эта в городе Владивостоке еще сохранилась. И буквально позавчера на второй речке случился эпизод, когда автомобиль угнали буквально с охраняемой стоянки. Это Тойота Сай какая-то свежая была, синего цвета. Нет, ну, специальных подразделений таких в госавтоинспекции не имеется, естественно. Но по своим должным обязанностям, все сотрудники госавтоинспекции должны заниматься раскрытием преступлений, в том числе и розыском транспортных средствах, похищенных и угнанных. И по статистике, угонять транспортные средства стали намного меньше при Морском крае. Потому что при новом начальнике УВД Николая Николаевича Фанасьеве эта работа была очень активизирована. И благодаря этому направлению очень много транспортных средств возвращается. И угоны все меньше и меньше при Морском крае. А по своим обязанностям, конечно, сотрудники ГАИ не обязаны разыскивать транспортные средства. И, в принципе, находят и очень много находят. Про скорость и видеофиксацию хочу у вас спросить. На каких участках у нас сейчас ведется действующая видеофиксация? Ну, это не секретная информация. Не секрет. Водители сами видят, что установлены стационарные средства фото-видеофиксации. Но на данный момент, пока у нас действие запущено, это золотой мост, естественно, работает система. Низководный мост у нас работает система. Дорога на находку. Работает рубеж один тоже. И в районе аэропорта. Да, и в районе аэропорта Кневича. Да, тоже работает один рубеж. Ну, сегодня должна, я еще не был пока совещание, приехал сюда. Должна состояться приемка еще семи комплексов стационарных фото-видеофиксации. Пока не могу сказать, где принимали их, потому что не видел еще. Ну, вот еще на ближайшие дни еще семь комплексов фото-видеофиксации заработали. Буквально в ближайшие дни, да? Их обозначат, естественно, знаком? Ну, конечно, как положено, в соответствии с законом. Олег Викторович, а вы говорите о рамках, которые установлены на некоторых дорогах, но пока не действуют. Там вот с седанкинского спуска, вот подобные устройства. Да, у нас же разные системы. То, что стоит на фермах, это приборы КРИС-С, называется, стационарные. Где-то на федеральных трассах, на региональных трассах, там приборы кордон. Это мобильные такие, которые переносные? Нет, они не мобильные, они также стационарные, просто, ну, не таких больших угрожающих размеров, будем так говорить. Ну, вот как на Золотом мосту стоят. Обыкновенные видеокамеры, грубо говоря. У нас есть звонок в студию. Добрый вечер, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Сначала представьтесь. Добрый вечер, студия. Меня зовут Дмитрий Бош, я представляю городноходку. Я такой вопросик у меня к начальнику нашего управления ГИБДД. Вот я слышал в средствах массовой информации, я по замене прав хочу узнать. Именно по замене. Требуется ли сейчас справка от медицины, чтобы, потому что я сейчас слышал, что ее или хотят отменить, или будут отменять. Вот такой вопросик. Слушай, мне истекает обрава. Я вот хочу узнать, в данный момент требуется ли справка от медицины. Да, Дмитрий, вопрос понятен, но я могу вам ответить за Олега Викторовича. Я буквально три недели назад менял водительское удостоверение. Требуется, требуется медицинская справка. Пока, да, Дмитрий, пока требуется. Пока это все разговоры. Я опять про скорость. У нас ведь есть много умельцев в городе Владивостоке, в Приморском крае, которые пытаются как-то обойти эти правила. Устанавливают наклонные рамки, номера, покрытые специальными светоотражающими какими-то там красками. Это считается нарушением? Конечно, это считается нарушением. И за это серьезное идет наказание, вплоть до лишения водительских прав. Ну, если честно, таких нерадивых водителей не так много у нас. Немного, но заметно. Ну, бывает, конечно, но визуально очень тяжело, конечно, инспектору сразу все это заметить и так далее. Но если такие товарищи попадаются, то, конечно, серьезное наказание за это правонарушение. У нас сейчас короткая реклама, давайте ненадолго прервемся, потом продолжим.